Всем привет! Я Кайя, рада видеть вас на своем канале. Это наш четвертый урок по академическому рисунку, и сегодня мы будем говорить с вами о перспективе, как о линейной, так и о воздушной. Начнем с линейной перспективы. Линейная перспектива — это техника, при помощи которой мы можем создать иллюзию трехмерного пространства на двумерной плоскости. То есть построить изображение так, как мы его на самом деле видим, как его воспринимает наш с вами мозг. Линейная перспектива — это база, которую необходимо усвоить всем художникам, и это позволит сделать вашу работу гораздо убедительнее, реалистичнее и профессиональнее. Для начала мы познакомимся с основными терминами. Линейная перспектива называется линейной, потому что при ее построении используются линии, которые сходятся в одной точке на линии горизонта. Линия горизонта — это условная линия, которая находится на уровне ваших глаз. Соответственно, если мы стоим, то вместе с нами эта линия поднимается, если мы опускаемся, то она также опускается вместе с нами. Для простоты восприятия можно представить какой-то луч, исходящий из наших глаз, или же можно представить, что все заполнено водой, и эта вода до уровня наших глаз. И, соответственно, те предметы, что ближе к нам, они кажутся нам... Ну, они в своей натуральной величине, а те, что дальше, они кажутся меньше, потому что они искажаются в восприятии этих предметов под перспективным сокращением. Я думаю, что многие из вас сталкивались с линией горизонта, когда фотографировали что-то на телефон. Там даже есть сетка такая, относительно которой надо смотреть, чтобы уровень горизонта воды или леса был не заваленным, а находился ровно. Это вот абсолютно то же самое. От того, где относительно линии горизонта находится предмет, зависит и то, какие грани предмета мы будем видеть. Вот, например, наушники. Если относительно линии горизонта мы поднимем их выше, то, соответственно, мы будем видеть боковую часть и низ. Если же мы опустим ниже линии горизонта, то будем увидеть только верхние плоскости. Как бы это очевидные вещи, но при рисовании надо иметь в виду, потому что мы же сами создаем это пространство, и можно таким образом сделать ошибки, если не проверять себя. И самый простой пример, который приводят во всех учебниках, это железнодорожные рельсы. Если вот у нас рельсы, если мы поднимемся над ними, то мы будем видеть две параллельные линии. Если же мы встанем вот сюда, то нам будет казаться, что рельсы сходятся на линии горизонта. И эта точка, в которой они сходятся, будет называться точка схода. Вообще бывают перспективы и с двумя, и с тремя точками схода. Об этом я говорила в своем уроке, снятом ранее. Я прикреплю ссылку выше. Вообще очень важно запомнить, что при рисовании все вертикальные линии в любом случае должны оставаться вертикальными. Поэтому для начинающих художников не советуют рисовать с фотографией, потому что камера искажает. Некоторые линии как-то могут быть вертикальны и наклонены. И начинающий художник просто их срисовывает, и поэтому изображение выглядит уже ненатурально. Однако все горизонтальные линии, которые в реальности параллельны, например, улица, фонарные столбы, они же на одном расстоянии расположены. Но если мы на них смотрим, то они всегда будут сокращаться и уходить в одну точку схода. Обратите внимание на эти сокращения архитектуры, домов на улице, и вы запомните это. Как использовать эти знания линейной перспективы на практике? Конечно же, при построении каких-то архитектурных зарисовок это очевидно, как нам может пригодиться, что грань, которая к нам ближе, будет контрастнее, чётче и, так сказать, выше, потому что она не будет сокращаться относительно дальней к нам грани. Но также эти знания мы можем применить и при рисовании портрета. Конечно же, одно дело какое-то огромное строение, когда оно располагается на большом расстоянии, а другое дело портрет. Он относительно маленький, голова человека, и она находится близко к нам, когда мы рисуем. Но, тем не менее, если мы рисуем поворот, человека в повороте, то мы должны учитывать, что дальний глаз не может быть больше, крупнее, чем ближний к нам, ну, как бы к вам. И всё равно, как бы в голове, не надо рисовать вот эту точку схода по подбородку и по голове, но, тем не менее, учитывать эти данные необходимо, чтобы не допустить каких-то грубых ошибок, потому что может получиться обратная перспектива. Обратная перспектива — это когда все линии сходятся не на точке схода на линии горизонта, а на смотрящем. Я уже рассказывала, что такой приём используется в иконах, когда перспектива сосредоточена на смотрящем, и там уже другая концепция, там говорится о том, что как бы это Бог обращён к человеку, это он смотрит на него, а не человек на икону. Но в других жанрах обратная перспектива не приветствуется, поэтому следите за тем, чтобы линии всё-таки сходились на линии горизонта и в точках схода. Ну и подытожив знание о линейной перспективе, запомним и повторим два правила. Все линии, все горизонтальные линии, которые параллельны в реальности, должны сходиться в одной точке схода на линии горизонта. И, соответственно, то, что ближе к нам, оно контрастнее, ярче, а то, что дальше, оно немного рассеивается, становится не таким контрастным по сравнению с передним планом. Обязательно учитывайте это при рисовании, чтобы создавать глубину. Теперь, разобравшись с линейной перспективой, мы поговорим о воздушной. Если линейная перспектива – это про построение, про геометрию, то воздушная перспектива – скорее про тон, цвет и свет. В воздушной перспективе используются оптические эффекты для создания глубины и атмосферы в картинах. Разумеется, нагляднее всего воздушную перспективу видно в пейзаже. Если мы посмотрим вдаль, то вы заметите, что всё окрашивается в сине-голубой оттенок. Так происходит, потому что воздух у нас непрозрачный, а там содержатся и пыль, и ещё какие-то частички. И поэтому из-за этой толщи воздуха, которая имеет такой сине-голубоватый оттенок, предметы чем дальше, даже объекты, можно сказать, тем они становятся холоднее, становятся менее насыщенными и менее контрастными. Если бы мы взяли для примера какой-нибудь белый мяч, и положили его недалеко от нас, а следующий мяч положили метров на 30 от нас, то, применяя вот эти знания, как получилось бы, что дальний мяч, хотя он такой же белый, он бы был у нас менее белым, в зависимости от той среды, в которой он находится. Если трава, то он бы каким-то зеленоватым был, приглушённым, от травы, соответственно, имея рефлексы. И размер был бы меньше, и насыщенность меньше, и контраст. Если посмотреть картины профессиональных художников, то мы увидим, что все они применяют эти знания в своих работах. Если мы взглянём на картину Ивана Ивановича Шишкина, то мы увидим, что передний план у него контрастный, детальный, чётко прописанный, есть теплота, в то время как задний план прописан более условно. Там уже нет таких чётких контуров и, конечно же, деталей. Как же нам использовать эти знания воздушной перспективы на практике? Разумеется, если мы пишем пейзаж, то тут понятно, как я говорила ранее, всё, что у нас на переднем плане чёткое, более тёплое, более детальное, имеет яркие контуры. Всё, что отдаляется, становится более списанным, более холодным. Например, то, что было на переднем фоне светлым, становится темнее. Всё, что было чёрным на переднем фоне, если мы поставим далеко, то оно становится, наоборот, светлее. Как бы теряется вот эта насыщенность. Если же мы рисуем натюрморт, рисуем или пишем его красками, то, конечно, так явно это не будет видно, потому что сокращение не такое большое. Но, тем не менее, мы можем самый главный объект на переднем плане выделить, сделать его акцентнее, выделить побольше деталей. Блик там будет, например, самый яркий, нежели на других. То есть мы с вами можем управлять вниманием зрителя и выбирать то, какой предмет будет главным в нашей работе, а какой нет. Допустим, мы пишем какую-нибудь вазу и дальше у нас драпировка на заднем плане. То, исходя из этой логики перспективы, ваза у нас будет прописана, на ней будет какая-то фактура, а та драпировка, которая будет на заднем плане, она должна быть не такой сделанной. То есть мы не будем каждую ниточку прописывать, мы вообще можем условно заложить эту фактуру. Фактура, конечно, какая-то может быть, но рисунок мы не будем прописывать детально, он более должен условно быть сделанным, чтобы вот эта среда образовывалась и атмосфера. И давайте в конце урока закрепим основные принципы воздушной и линейной перспективы, которые мы должны держать в голове, чтобы наши работы получались профессиональными. Светлые предметы становятся темнее, а темные предметы с отдалением становятся светлее. На переднем плане у нас богаче палитра, у нас ярче цвета, больше диапазон вот этого цвета. Чем дальше от нас объекты, тем они становятся голубее и меньше вот эта разбежка между цветом. Третье. С отдалением контуры предмета становятся мягче. Мы уже не видим очертания, не видели бы очертания вазы, если бы она стояла за 10 метров от нас. Это была бы просто условная с мягкими касаниями ваза. И четвертое. Ближние предметы у нас контрастные, с ярко выраженным объемом по своей форме, в то время как чем дальше от нас объект, тем более плоско мы его можем изображать и локально не прорисовывая уже там светотень по всем, так сказать, канонам. Я надеюсь, что благодаря этому уроку вам удалось разобраться с линейной и воздушной перспективой и вы будете применять эти знания в своих работах. Еще хочу напомнить, что у меня есть канал на Бусти, на который вы можете подписаться как спонсор, либо просто поддерживать 100 рублей в месяц, либо за 300 рублей у вас будет доступ ко всем материалам, плюс ко всему вы сможете присылать мне свои работы на проверку или же задавать вопросы по тем моментам, в которых у вас возникают трудности. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!